музон представляет лайфкаст на музон всем привет с вами анаргалий сабитов ну а это очередной выпуск лайфкаста на телеканале музон и сегодня у нас гостях юлия и шневецкая юля у нас психотерапевт с 10-летним стажем работы юлия здравствуйте здравствуйте ну что ж сегодня думаю мы поговорим с вами немножко завесу приоткроем для наших зрителей про таинство отношений потому что это самая больная темника как мне кажется последнее время между в нашем обществе потому что у нас все время стычки какие-то происходят между мужчинами и женщинами кто что должен и как наверно из-за этого и происходит разногласия вы по адресу обратились я не просто психолог и и психотерапевт я семейно-системный психотерапевт поэтому не могу сказать что есть какая-то определенная статистика что сейчас стало больше конфликтов или меньше единственное что могу сказать что люди стали интересоваться психологии понимают что это помогает им сэкономить время и прийти к какому-то результату нежели тянуть там ну да сейчас наверное потому что меньше умалчивают больше начали разговаривать как из-за этого мы вот не интересно все-таки больше кто обращается психологу мужчин или женщин и вообще мужчина обращаются вы знаете вот если взять лет пять назад больше женщины сейчас у меня 50 на 50 в терапии как и мужчин так женщин и если раньше мужчины обращались лично по своим каким-то там вопросам или по воспитанию детей в основном мальчиков да то сейчас мужчины приходят и интересуются также отношениями с супругой ну все равно вот интересно с каким вопросом самый такой злободневный вопрос с которым они приходят либо поодиночке приходят чаще либо все таки вместе парами чаще приходят поодиночке но потом принимают решение что все таки им нужно прийти парой если это семейный конфликт то лучше парой если это какой-то конфликт который затяжной который долго не имеет разрешения то конечно же это такая безопасная площадка для пары чтобы они могли при помощи психолога разрешить свой конфликт я в этом случае всегда говорю что психолог это как рефери такой который смотрит сверху так объективно да и может со стороны да и это не просто взгляд это уже такая профессиональная такая лупа да через которую психолог научает взаимодействию диалогу совместному умению выражать свои эмоции ну многое другое там справляться с стрессом ну у нас вот сейчас ну очень часто в интернете видно в принципе общаются по поводу вот абьюзеры ну и ну в основном конечно слышишь это в сторону мужчин что вот мужчина абьюзер а если так же можно ли назвать женщин тоже абьюзерами могут ли они быть таковыми конечно у абьюза нет гендера нет пола то есть как и мужчина так и женщина могут быть что касается женского абьюза то он отличается только лишь по форме да если мужчина может применять физическое насилие то женщина применяет психо эмоциональное насилие то есть это какие-то жесткие выражения понижается мужская самооценка несомненно то есть происходит психологическая кастрация вот это постоянные придирки недовольства женщины они приводят к тому что этот мужчина инфантилизируется и затем уже женщина смотрит на своего мужчину и спрашивает а почему ты так себя по-свински ведешь ну результат как бы по сути дела он кого она влюблялась он уже не тот человек да хотя она вроде бы пытается из него другого сама же слепить и при этом сама им недовольна это кстати частая проблема и такая иллюзия мне кажется когда человек вступая в отношения надеется на то что вот он или она изменится но изменения возможны только лишь если сам человек желает этих изменений а все остальное это такое насилие над человеком такой невербальный посыл такой как ты мне сейчас не нравишься пожалуйста вот есть образ соответствую ему ну и вот с этого момента начинается человек сам себя начинает ломать чтобы как-то или конфликт начинается наверное такое самое популярное это когда все слышали фразу что все мы родом из детства и вообще вот этот навык строить партнерские отношения у нас формируется в самом раннем возрасте есть теория привязанности джона болби который говорится что с самого рождения до трех лет это самый основной период когда формируется эта привязанность и она распространяется в будущем на все последующие отношения то есть если родитель был отзывчивым слышал потребности ребенка был внимательным дал достаточной заботы и любви то сформируется надежный тип привязанности в этом типе вот взрослый человек не будет требовать от партнера чего-то невыполнимого то есть он принимает его доверяет там нет вот этих эмоциональных качелей потому что ему это все не нужно он входит в такие здоровые качественные отношения если же родитель был ну или значимая фигура которая занималась не обязательно же мать да там может быть и няня и бабушки была недостаточно да там доступно либо же была непостоянно то есть сегодня вроде бы поддерживает ребенка а завтра там в своем каком-то переживании не откликается на потребность ребенка то в связи с этим формируется уже либо же тревожный тип привязанности это когда впоследствии взрослый человек вступая в отношения он находится в таком тревожном ожидании что его в любой момент могут бросить если такая сформировалась стратегия то мы знаем такие вот да случаи когда женщина или мужчина проверяет телефон слишком повышенная ревность преследуют да то есть это такой массированный контроль над личностью человека либо же сформируется избегающая привязанность когда подходя к отношениям чем ближе вот эта близость тем больше она пугает потому что что-то такое было в детстве что ребенок принял решение лучше я буду отстраняться честно говоря вот вы проще сказали про избегающую у меня знакомая девушка была ну я за ней ухаживаю вроде бы сама говорит то что да ты мне тоже нравишься но при этом все действия были противоположные вот это у меня избегающие типы набралась этих психологических да они внутренне очень хотят любви они очень хотят близости но у них возникает вот это вот как барьер препятствия как только они начинают это получать они начинают убегать а что при этом делать вот человеку типа я психологически здоровый человек для меня наоборот это ненормально как бы смотрите в психологии есть такое понятие что 50 процентов решения проблемы это ваше знание то есть понимание того что это ее тип привязанности она тоже к вам испытывает какие-то чувства и хочет с вами быть просто стараться не так сильно приближаться дать момент чтобы она захотела этот шаг сделать вам навстречу потому что вот такое быстрое сближение с человеком оно пугает человек начинает убегать возьму на заметку но все же вернемся именно уже когда люди в отношениях да и как раз таки про эмоциональные качели хотелось поговорить это сейчас тоже очень популярно раньше по крайней мере когда я был гораздо моложе таких терминов но никогда в обществе особо не было слышно это сейчас они все появились все начали более психологии увлекаться и что же такое эмоциональные качели и как не попасть так сказать на этот аттракцион вообще очень часто этот термин воспринимают в абьюзивных отношениях там где чем привлекателен вот там абьюзер да он умеет создать такую атмосферу в которую он вас вовлекает да вот так поднимает на как вы поднимаетесь и точно так же может спустить вас это такое зависимое становится чувство хочется вот этого подъема ну это не здоровые отношения еще раз повторюсь что в здоровых отношениях этого всего нет и наверное таким важным критерием для человека что у него есть какая-то поломка когда ему скучно человеком у которого здоровый тип привязанности надежный часто приходит женщина и говорят ну вроде бы он прекрасный мужчина все хорошо но мне с ним скучно потому что он не создает испанских страстей он не создает вот этих вот вверх-вниз эмоций да то есть все стабильно все понятно все вроде бы предсказуемо все надежно все на доверии а вот этого всего нет а что же тогда делать вот как вы сказали здоровому человеку с такой женщиной допустим которая вот скучно ну вот самое интересное что если такие сходятся да к примеру там надежным типом привязанности человек с травмированным да там к примеру с тревожным избегающим или есть еще один тип привязанности самый такой сложный это тревожно избегающий там два вот этих паттерна то у этого человека травмированного есть возможность рядом исцелиться и рядом расти ну если мы понимаем вот эту вот связь нашего поведения как правило это какой-то же все равно период должен пройти нужно его преодолеть ну да не маленький период не маленький а ну либо можно наверняка обратиться за помощью к вам или обратиться за помощью да при понимании того что вот такой у меня тип привязанности я кстати на своей странице в инстаграме очень детально описала все эти типы привязанности вообще считаю что человек когда просто читая это по крайней мере примеряя может что-то понять о себе что-то знакомое увидеть что отражение и это даст ему возможность что-то пересмотреть как и тому кто читающий да с надежным типом привязанности понять больше партнера своего и понимать что он может сделать в этой ситуации потому что вот этими шагами он может улучшать отношения то есть снижать тревожность тревожного или приближать избегающего к себе в последнее время все довольно таки чаще стали обращаться если сравнивать с другими годами за помощью психолога я же жила в другой стране да поэтому там обращались нет разницы ну или нет я к тому что допустим вы к нам переехали да здесь довольно таки часто обращаются ну да да все таки потому что у нас много запросов наш менталитет ну как считается по крайней мере миф существует что у нас все равно не позволяет психологу потому что считают что это что-то не так нет сейчас обращаются и знаете так интересно наблюдать потому что это же другой менталитет и другое верование да и интересно наблюдать как вот строится там коммуникация внутри семьи и много сейчас есть молодежи в терапии вот прям двадцать один год двадцать два двадцать три года которые проходят сейчас такой большой период сепарации от родительской семьи и вспоминая вот эти запреты такие жесткие конечно сейчас для них важна вот эта проработка для того чтобы взрастить внутреннюю опору на себя ну и хотелось бы вот узнать все таки вот мы про отношения говорили и ну любые отношения в любых отношениях вернее есть конфликты и вообще в целом конфликты это нормально или ненормально либо ну как некоторые говорят то что без конфликтов нет отношений ну невозможно в целом в любом случае есть какие-то спорные моменты но некоторые есть такие пары которые прям гармония ну нереально идеально ну для меня как для психолога это был бы красный флаг если нет конфликтов и я с таким встречалась на самом деле это про установку хороших девочек хороших мальчиков да когда я удерживаю в себе я не высказываю что-то я подстраиваюсь ну это в итоге как снежный ком с накопительным эффектом потом где-то взрывается очень сильно и мы тогда говорим ооо в тихом омуте черти водятся ну да это наверное в таких случаях тогда и на измену уже идут как правило ну нельзя сказать что есть какая-то в этом плане статистика но не очень хорошо заканчивается эти ситуации чаще всего так резко и таким серьезным разрывом поэтому важное знание которое да вот я хочу донести которое я там научаю да в психотерапии что важно выражать все свои эмоции не накапливать просто же когда я говорю выражайте свои эмоции мне задают вопрос любые да любые вы можете выражать ой ну это будет драка ну вот и здесь становится вопрос а как вы собираетесь выражать эти эмоции потому что мы же привыкли прийти с претензией к человеку да там ты такой-то ты это все сделал ты мне жизнь испортил и так далее поэтому есть такая техника классная я сообщение я думаю она такая знаменитая всем известная что важно выражать свои чувства через я я прихожу я говорю я себя чувствую вот так-то в такой-то ситуации мне больно мне плохо мне не очень хорошо некомфортно да и вот здесь есть шанс быть услышанным и понятым потому что когда мы через претензию говорим у человека напротив включается такое сопротивление хочется защищаться сразу я не такой нет что ты мне я так не делал поэтому да а ну раз уже за конфликты заговорили тебе дальше конечно хотелось перейти в тот момент когда человек уже не может говорить и уже начинается как раз таки рукоприкладство рукоприкладство в любом случае они происходят не только со стороны мужчин но и есть случаи наверняка когда и женщины тоже себе позволяют особенно когда мужчина такой сдержанный и ну точно руку не поднимет и в свою очередь да и женщина начинает поднимать это какой-то прям совсем красный флаг уже все нужно отношения прекращать или все-таки такие отношения можно спасти потому что некоторые все равно как-никак стараются прям держаться не смотрели на что в любом случае любое насилие недопустимо еще если это партнеры близкие люди если еще при этом присутствуют дети это большая травматизация так вы верно подметили что и женщина может да рукоприкладство применять в основном это к тем мужчинам которые испытывали то же самое в детстве со стороны матери либо же те мужчины которых слишком много по этому поводу правил они очень такие вот правильно никогда не позволят там женщине нагрубить поднять руку и они даже не знают что в этом случае делать как вот сопротивляться ну да это как сбой системы такое происходит как только что произошло и поэтому такие мужчины реже обращаются за помощью и проживают эти периоды наедине с собой хотя это неправильно я призываю мужчин обращаться потому что обращаться за помощью это не признак слабости а признак все-таки силы когда ты понимаешь что тебе нужна эта помощь ты хочешь как-то поменять ситуацию и есть возможность такая а такие отношения вообще возможно спасти что-то как-то поменять русло я думаю возможно но вы правы в том что многие люди живут в таких отношениях годами травмируя психику друг друга и еще и психику детскую поэтому ну здесь опять-таки важно самостоятельно принятое решение если два партнера желают этих изменений а чаще бывает так что один второго за руку тянет к психотерапевту и тут эффекта будет мало ну как раз таки вот когда тянут друг другу кто-то из партнеров в любом случае пытается какие-то действия предпринять чтобы отношения сохранить да ну есть наверняка такие случаи когда отношения невозможно уже спасти и нужно расходиться есть и бывали ли такие моменты в вашей практике что вы прям говорите людям ну лучше вам разбежаться и друг друга не мучить нет это должен быть экстренный случай связанный реально жестоким очень большим обращением а так как бы это не мои компетенции принимать такие решения здесь у психолога нет задачи или сохранить брак или же разрушить его принять решение здесь важность чтобы пара посмотрела на друг друга со стороны с другого ракурса по другому попробовала коммуницировать по другому прислушиваться к партнеру почувствовать что чувствует потому что мы же живем в своей картинке мира нам кажется вот так вот нам это не важно а в терапии они впервые учатся слышать что а для партнера это важно и я наблюдала такие такие удивительные глаза порой у мужчин да когда они говорили как я даже не знал что такое у нас есть в отношениях что для тебя это важно и что а тебе от этого больно оказывается а ты на это обижалась но опять же таки мы возвращаемся к тому про невыражение эмоций да когда мы не проговариваем и вот когда вы сказали про мифы в психологии самый такой наверное распространенный миф когда мне говорят Юля ты что злишься ну ты же психолог как такое возможно в том то и дело чем психология отличается от обыденной жизни да что психология дает возможность тебе быть таким какой ты есть быть свободным выражать свои чувства а не накапливать это не значит что я пойду и там буду со всеми дараться кто мне не нравится нет ну я просто не буду это накапливать и мне не нужно будет да да вот и мы хотелось бы как раз таки вот эту тему затронуть по поводу все таки если пара все таки решила разойтись как вы обычно помогаете им чтобы этот процесс проходил более ну точнее менее болезненно ну очень часто на таких этапах каждый желает уйти в индивидуальную психотерапию уже не находиться вместе те вопросы юридического характера они там уже решают спокойно в индивидуальную терапию это поддерживающая терапия это терапия поиска ресурса нового смысла и осознание тех ошибок и понимание того что я хочу в будущем чего я хочу четко уже сформулированное на прошлом опыте а вот после таких бывает же болезненных расходов многие не могут сойтись с новыми партнерами везде ищут подвох что вот второй раз награбли не хотят наступать на одни и те же и что делать в таком случае вот с этим и работает терапия потом после разрыва отношений то есть работает с той травмы проживается та травма та боль она отпускается она прорабатывается а далее выстраивается новое видение того как бы я хотела потому что вы правы если так разойтись после травматичных отношений то можно сделать такой перенос на следующего партнера и уже он будет как будто за того отдуваться поэтому и так часто происходит кстати мы предъявляем какие-то претензии которые как будто бы не озвучили там в тех прошлых отношениях но проработав это можно входить в отношения новые уже с новыми смыслами с новыми ощущениями более мудро подходить но вот бывает и момент когда люди вроде бы разошлись но старые отношения не отпускают и обратно сходятся и обратно расходятся и обратно сходятся это какие-то кармические отношения вроде так говорят что вот в таком случае делать потому что ну у меня даже вот такие моменты были то что разошелся с девушкой вроде бы все нормально разошлись уже забыть нет она обратно появляется и все опять по кругу начинается блин и собой не знаешь даже что сделать потому что вроде бы я отпустил но в то же время опять человек появляется и ты опять в эту каблу начинаешь залазить здесь нет четкого ответа но я бы к примеру спросила эту пару а может вам нравится такой формат ведь вот это вот мы расходимся мы страдаем мы сходимся и у нас такое теплое сближение как будто мы здесь получаем такую уйму эмоций от этого всего как будто нам это нужно нам это нравится да вот такой формат расходимся а потом опять сближаемся либо же как те избегающий тип привязанности да вот когда достаточно все ты меня уже удушаешь своей любовью мне нужно мне нужно уединение и мне нужно тогда уйти куда-то да можете ли вы вот поделиться успешными примерами изменений людей когда вот после ваших сеансов действительно человек поменялся и он стал уже такой прям проработанный когда уже все у него сбалансировано в жизни смотрите у каждого же свой запрос так сказать что я на всю это как по крайней мере на всю жизнь проработался так по крайней мере бывает же только что вы через время человека встречаете либо может он обратно к вам приходил и видны изменения у человека видите работа психолога она такая скрытая да внутри и нет того зрителя или кого-то кто со стороны бы там оценивал и сказал всю обратную связь я получаю только от клиента вот то что он приписывает да моим моим действием говорит это с вами получилось то на это я могу ориентироваться несомненно есть приятные изменения есть серьезные изменения примеру пара которая не могла долго иметь детей и обойдя все да всех врачей они поняли что они здоровы их прям отправили к специалисту что у вас психологическое бесплодие и в ходе работы сложной работы довольно таки у них получилось родить ребенка и конечно ну те слова благодарности которые звучали вот только в этом случае я могу их приписывать к себе хотя есть такое интересное заключение психологическое что вообще самая успешная психотерапия это когда человек уходит и считает что он все сделал сам психолог остается такой тенью на фоне изменения человека потому что такая грамотная проведена была работа что психолог не стал его костылем постоянным что нужно постоянно возвращаться то есть он создал и нарастил внутренний какой-то стержень на которой оперся и пошел жизнь дальше блин на самом деле классно мне понравилось то что вы не стали как некоторые не обязательно психологи любые специалисты им скажут что-нибудь вот если пример успешно сказали да у меня вот есть такой я такая молодец но вы этого не стали делать и это на самом деле очень круто что вы так себя не оцениваете в любом случае оценивает только да да сами клиенты наверное правильно сказать что то что вы видите успехи какие-то то что они в любом случае проработались но при этом вы сами себя не хвалите кстати это тоже очень интересное наблюдение потому что те успехи которые я к примеру наблюдаю я понимаю что это круто то клиент может замечать совершенно другие которые я не заметила и эти он не будет замечать они так будут фоном идти я вижу эти изменения что он стал более там ответственен более уверен и так далее более открыто уже а клиент смотрит там на какие-то другие вещи там вы знаете там классно поговорил вчера с мамой впервые ну это очень круто я с вами поговорил сам даже как-то под успокоиться вы даже говорили вроде бы мы об общей картине но при этом вы еще и как-то мне помогли тоже открыть глаза на какие-то вещи в моей жизни даже я бы сказал про такой про типы поговорили немножко тоже объяснили про этот что нужно как нужно действовать за это вам тоже много спасибо я уверен то что наши зрители сейчас тоже нас посмотрели и что-то для себя подчерпнули что-то может даже в себе это заметили и в любом случае хотелось бы чтобы к вам в будущем обратились и я уверен что вы им обязательно поможете в этом дорогие друзья вот замечательный психолог у нас сегодня был в гостях если что всегда можете к ней обратиться я уверен что она поможет вам спасибо больше что в гостях очень приятно было беседовать с вами спасибо всем пока пока лайфкаст на музон